Жил-был такой очень крупный советский деятель, которого звали Юрий Владимирович Андромов. Так, а зачем он использует маркеры копик с кисточкой на конце? Ему кто-нибудь объяснял вообще, что это для того, чтобы рисовать всякие картинки, комиксы? Или он просто тупо по дефолту взял самый дорогой фломастер, который смог найти? И этот очень крупный деятель долго рвался к власти, потом пришел к ней и вскоре умер. И о том, что именно он делал, судачат на протяжении уже более 29 лет. При этом, в основном, то, что по этому поводу написано в духе теории заговора, вот, например, был такой ныне покойный, очень милый человек по фамилии Легостаев. Он много писал. Завтра, по этому поводу, достаточно бессмысленно, с моей точки зрения. Значит, в основном пишется, что батюшка Легостаев говорит, что я подошел к его гробу, и вдруг понял, что он еврей. Не, ну в газете «Завтра» как бы, мне кажется, другое бы и не напечатали. То есть, газета «Завтра» это для таких левых антисемитов, скажем так. Конечно, только у гроба можно было понять такую глубокую истину. Но дело не в этом. Дело в том, что можно сколько угодно обсуждать, так это или не так, в какой мере это на что-то повлияло. И вот на этой территории, которую я называю помойкой метафорически, где-то там извергать из себя те или иные звуки. Но никто из этих людей, которые все это обсуждают, не хочет снести одну фамилию. Ку-у-си-нен. Как только эта фамилия произносится, как-то все вздрагивают. Ку-у-си-нен. Вел. Да, верный коментарный лиц. По жизни Андропова, и это понимают все. Он вел его с Карелии, когда Андропов, как сейчас говорят все люди, там, неважно, подставился, или совершил что-то не то, или, так сказать, был обвинен в чем-то не том. И далее он вел его все время по жизни. И если следить за тем, что такое Андропов, как выразитель определенной элитно-клановой тенденции, то бишь игры... В Москве Кришнаитский храм расположен на улице Ку-у-си-нена. Который нет без игровых субъектов, каковыми и являются эти мощные, целеполагающие кланы. То, конечно, Ку-у-си-нен намного важнее этнических привязок Андропова. Ку-у-си-нен был крупной фигурой Коминтерна. Да, этнический финн. И не просто Коминтерна. Руководитель финского правительства в изгнании в годы Северной войны. А закрытых, также сверхзакрытых структур Коминтерна. Которые занимались как связями с международной элитой, так и... Диверсиями они в основном занимались. Диверсионные деятельности на территории других стран. Более мрачными делами. Денежного и репрессивного характера. Финансирование заграничных компартий. Ввел эту всю деятельность человек по фамилии Пятницкий. Которого Сталин уничтожил. А Кусинина Сталин не уничтожил. Хотя очень свирепо обошелся супругой Кусинины. Такими вещами Иосиф Савельонович занимался во время этого времени. Почему же он не уничтожил Кусинина в условиях, когда он очень люто разобраплялся с этими отделами Коминтерна? Потому что у Кусинина были связи с какими-то международными структурами. Которые Сталину были нужны. И которые нельзя было оторвать от Кусинина. То есть Кусинина можно было убить, но тогда эти связи были бы оборваны. А Сталину нужно было, чтобы эти связи продолжали работать. Связи эти могли быть двух типов. Связи первого типа. Это связи с международными масонскими структурами. Ничего в этом слове плохого нет. Ничего в нем нет от теории заговора. Ничего в нем нет антиисторического. Я предлагаю всем, кого это интересует, прочитать речь Троцкого, в которой Троцкий предлагает всем, кто входит в Коминтерн, выйти из масонских ложек. Отказаться от участия в масонской деятельности. В этом есть легкая тень иронии. Как ты из них выйдешь, это все не так просто. И кто проконтролирует, вышел ты или не вышел. В любом случае Троцкий на какой-то момент времени сказал, а теперь мы все решили, что либо масоны, либо Коминтерн. До этого времени, естественно, это было по-другому. И поскольку масоны это не что иное, как определенные формы самоорганизации европейской элиты, и не более того, то ничего в этом нет особенного. И то, что Кусин отвечал за эти связи, это более-менее установленный исторический факт. Можно считать, что, по крайней мере, этот факт установлен с надежностью выше 80%. А вот другая связь. Как он высчитал эти 80%? Тут, конечно, да, без Бонго не разберешься в этих схемах и в охуительной логике, квадролитической логике Кургиняна, потому что это на уровне роликов Максима Доши. Но вот мне интересно, откуда взялась цифра 80%. Я не знаю, почему, но мне интересно. Гораздо более серьезная и закрытая это связь с особо элитными структурами фашистского рейха. Опять-таки, естественно, что связи существуют всегда, и я не хочу демонизировать этим Кусин, и, впрочем, и кого-то другого. Я просто говорю, что это... А ведь самое смешное, что вот эта фигня, она ведь с возрастом усиливается. Поэтому мне интересно было бы посмотреть там не старые видео Кургиняна, а какие-нибудь новые видео. Потому что, мне кажется, там как бы маркеры копик стали еще толще, а схемы стали еще охуительнее. Истории, которые можно услышать. Пена изо рта стала еще больше. Все-таки Кургинян великий человек. Эта связь плохо изучена. Вероятность ее существования примерно 20%. Но если бы удалось установить... Так, 20%. Слушайте, тут какая-то вот, как у Геннадия Горина. Здесь математика с подвохой. Потому что нам дают готовые цифры, но нам не вскрывают внутреннюю логику. Как бы, да, вот этих вот удивительных высчитываний и формул. Откуда взялась цифра 20%? Мне просто интересно. Не то, чтобы я готов был это оспорить. В какой-то степени. Нет, мне просто, знаете, любопытство. На самом деле, не более того. Ведь с большей вероятностью, то многое бы открылось в том, что касается истории Советского Совета. Безусловно, да. Оговорив такой момент, так сказать, элитного генезиса, фигуры Юрия Вадимовича Андропова, перейдем к следующему этапу. То, что Андропов оказался пословом в Венгрии, конечно же, было не случайным. Пишут, ну там 80, значит здесь 20. Ну, так это же несвязанный параметр. Понимаешь, с чем дело? То есть, то, что ты поддерживаешь связь с масонами, и это известно с достоверностью 20%, точнее, с достоверностью 80%, это не значит, что у тебя на связь с нацистами остается только 20%. То есть, ты можешь, в принципе, поддерживать связь с масонами, значит, с достоверностью на уровне 90%, и поддерживать связь с нацистами на уровне 90%. Хотя, черт побери, вот как это работает в голове Кургиняна, это интересно на самом деле. То есть, знаете, как вот в ролике. Нельзя же просто посмотреть на человека и узнать, что у него внутри головы. Но мне кажется, в голове Кургиняна там такая, знаете, игрушечная обезьяна, которая в эти влитавры бьет просто. Хотя нет, нет. Конечно же, он гений. Тут все не случайно, включая то, что Венгрия, это тоже страна угрофинской группы. То есть... Клани, это связано, безусловно. Венгры, вообще, эти венгры, я им никогда не доверял вообще. Некая связь между Финляндией, Карелией и Венгрией. Конечно, и в Карелии, и венгры, это все нити одного заговора. Вообще, все кусочки пазла, они сейчас складываются воедино. То есть, как бы... Картина приобретает общие черты. Потому что Карелы, венгры, масоны. То есть, все, видите, все становится понятно. Он там отработал все особым образом, оказался передвинут в Москву. Было бы, знаете, очень забавно, если бы вот в секте Кургиняна эти видео, они распространялись не бесплатно на Ютубе, а нужно было бы эти видео, знаете, как вот секретные уровни, значит, саентологического обучения, да, там, оперирующий Тэтан, там, да, то есть, ты посмотрел видео Кургиняна, и, значит, ты там поднялся по иерархическому уровню в секте, куда-нибудь там, тебе открылись новые истины, ты там на четвертый этаж вышел, или как у них в секте это называется. То есть, надо эти видео делать закрытыми и продавать там по 100 тысяч долларов. То есть, должен в коммуне долго работать, там, копить деньги, чтобы иметь возможность получить доступ к вот этому видео, и потом тебя заводят, значит, с завязанными глазами в кинотеатр, снимают повязку. В этом кинотеатре кроме тебя никого нету, все двери закрыты, и дальше на большом экране тебе транслируют Кургиняна, где он маркером копик рисует машинку и говорит «Би-би», как у него есть одно видео, где он так делает. Вот это да, вот это была бы секта. А так, бесплатно на Ютубе это все, ну вот эту эзотерику, как бы вот эти истины сакральные людям просто, ну зачем метать себе серфа перед свиньями, ну зачем? Сергей Ирванович, это должно быть носитель илитаристский такой характер. У Международного отдела ЦК, а из Международного отдела КГБ СССР, и было совершенно ясно, чем Андропов там занимается. Андропов там сражается не просто с Сусловым, а вообще с КПСС, как вертикальной идеологической структурой. Олицетворением подобного вертикального идеологического... Слушайте, а ведь, кстати, после смерти Кургиняна, вот эту всю ёбань, все вот эти схемы, их же можно продавать, как произведение современного искусства. Слушайте, я понял, почему он рисует все это маркером копик для художников профессиональных. Потому что каждый такой листочек, его можно будет продать потом. Логического существования. Как картина, знаете, в рамку повесить на стену. Являлся Сусловым. Но Сусловым в этом смысле был очень двусмысленным. Да, Суслов двусмысленный, он мне тоже никогда не нравился. Многие мои знакомые на Западе называют его убийцей смыслов. Что именно делал Суслов со структурой, так сказать, вот этой идеологической вертикали, это вопрос, который мы обсудим окончательно, в тот момент, когда я внимательно разберу опус Юрия Белова по поводу ленинской диалектики. Сейчас же просто зафиксируем. Да, без диалектики тут не разобраться, я согласен. Мадропов хотел противопоставить вот этой вертикальной структуре, очень напоминающей церковную, всеобъемлющие смыслы, одна вертикально-административно-идеологическая, идеологизация всей. Пишет Супер Суслов. Это отсылка сразу к двум мемам, потому что с одной стороны это Супер Сус, а с другой стороны это отсылка к мему про это Супер Гегель. Супер Суслов. Деятельности, подчинение всего неким идеологическим смыслам, он хотел противопоставить эту матричную структуру. В разных клетках этой матрицы начну были находиться разные по идеологии, лингвистики объекты, а у него должен был быть некий центр, который, естественно, всю ее контролирует. Да, Кургинян, кстати, умеет, оказывается, видите, писать по-китайски, потому что по китайскому языку, значит, он много-много раз написал иероглиф «Плодородное поле». У Кургиняна такие ушки. Он прям как гоблин из кинофильма, да и супрематические картинки отлично рисует. Интересный человек. Жаль, нервишки шалят. Ну, такое, да, бывает. Не, он похож на этого, на сферату, на пенсии. Андропову удалось очень сильно продвинуться в этом направлении в момент, когда он создал пятое управление КГБ СССР, занимавшееся идеологией. Потому что с точки зрения вот такой вертикальной идеологической коммунистической системы, КПСС-ной системы, отдать борьбу с идеологической диверсией кому-нибудь, кроме закрытых структур внутри самой партии, было абсолютным безумием. Не выпускается все, что связано с идеологией, из рук моноидеологического субъекта, который управляет только потому, что он идеологичен. Инквизиция – дело рук церкви. Ее не отдают королю, а тем более, тем, кто обеспечивает этого короля. И в тот момент, когда это было отдано в руки пятого управления, и оно занялось идеологическими проблемами, стало ясно, как Божий. Ну, вообще, Кургинян не очень хорошо знает европейскую историю, по всей видимости, потому что он искренне не понимает, что большую часть вот этих смертных приговоров и всего прочего, это как раз выносилось не инквизицией, а светской властью. На самом деле. Но это такой малоизвестный факт. День. Что КПСС обречена, потому что именно здесь-то и произойдет все самое главное. Так вот, где таилась погибель Майя. И Андропов это пествовал всячески. Что происходит, спрашивают в чате. Это вебинар по современному искусству. То есть, это, значит, последователь Кандинского рисует картины прямо на стриме. Внутри каждого из этих элементов сложилось свое сообщество. Националистическое, либеральное, конфессиональное или другое, которое было совершенно определенным образом связано с идеологическим подрывом, подкопом. А чем еще должна была заниматься данная структура? То есть, внутри всего этого дела сложился некий гнойник антикоммунизма. Вот он, гнойник довольства и покоя. Прорвавшись внутрь, он не дает понять, откуда смерть. Перестройка это и есть момент, когда вот эта матрица атаковала вертикальную структуру КПСС или административную структуру. То есть, во всем виноват Никас Игина, Андропов. По логике Кургиняна. Но, с другой стороны, я уже потерял мысль давным-давно. Систему, идиотское название, изобретенное Гаврюхой Тонычем Поповым. Атака была чудовищная по силе. Была ли матрица в диалоге с американским империализмом, международными структурами другого рода или кем бы то ни было, еще не важно. Все эти международные структуры, американский империализм, все это было абсолютно бессильнее, если бы не было матрицы. Матрица уничтожала все, связанное с КПСС. Она была заряжена. Матрица, матрица. Я вспоминаю видео с наркоманом, где наркомана, значит, полотенцами привязали к койке, и он такой орет, матрица, матрица. Так вот, что он имел в виду. Он имел в виду матрицу, которая разрушила Советский Союз. А жена лютой ненавистью ко всему, что несла с собой моноидеологическая структура. Есть знаковые фигуры, которые относятся к этой матрице. Например, такой Ракитов. Известный философ, специализирующийся на том, чтобы вот, как бы... Зиновьев, наверное, вот этот поздний, который... не тот, который с Лениным спал, а другой. Обсуждать методы истребления всего этого коммунистического начала и называть все эти методы то там сменой гидроцивилизации, то еще как-то. Братья Стругацкие с их идеей прогрессорства. Да, вот-вот кто развалил Советский Союз Стругацкие. Михаил Бахтин с его идеей карнавала. Может быть, он важнее всех. Я уже говорил когда-то, что много раз Михаил Бахтин упоминался разными людьми, то Ильяном Семеновым, то Евгением Киселевым, как фигура, который спас Андропов и привел в Москву. Я каждый раз спрашивал, как он мог его спасти. Он руководил КГБ. Как он мог прописать Бахтина в Москве? Как он мог сделать все остальное? Он не мог это сделать, не написав соответствующую бумагу, в которой было сказано, что, так сказать, Бахтин основной специалист по смеховой культуре, а у нас в стороне развивается жуткими темпами, так сказать, культура анекдотов, грозящей авторитет коммунистической партии. Вот мы просим, чтобы Бахтин стал консультантом и вошел во что-то. Бахтин человек был талантливый, люто ненавидящий все связанное с этой коммунистической заразой, с этой вертикалью. Разработанная им теория Карнавала была не только теорией уничтожения, так сказать, церковных систем, но и теорией слома любой смысловой вертикали, коммунистической, в том числе, но и вообще смысловой вертикали как таковой. И на это... Читайте Бахтина, в общем. Обратил внимание великий наш философ Осип, и в этом были его упреки в адрес Бахтина. Осип тоже был антикоммунистом, но он говорил, что если Бахтин хочет сломать всю смысловую ось, всю ось идеального, то это есть омерзительное деяние, которому нет прощения. Андропов очень... Бахтин, видимо, это один из первых советских постмодернистов, таким образом. Много занимался Кемалем, атотюрком. Почему? Потому что Кемаль создавал национальное государство. На Западе то, что теория карнавала, это вообще называлось как бы ироничная, там, ироническая деконструкция. И как бы свирепейшим образом вырезал все, что напоминало его новым национальным туркам о некогда существовавшей Османской империи. Здесь аналог Османской империи, Советский Союз. Новым ладоросом, освобожденным от Средней Азии, Кавказа и так далее, ничто не должно было напоминать это великое прошлое, оно должно было быть превращено в тотальную мерзость. Да, так освободили от Средней Азии, что теперь вся Средняя Азия, она в Москве. Было быть оторвано от них, а у них должна была возникнуть новая молодая светская модернистская история. Андропов очень много занимался модерном, и там были группы, которые изучали модернистский опыт Франции, других стран, и все они, так сказать, существовали в орбите Андропова. Я мог бы и дальше перечислять различного рода элементов, мне так кажется, что Бахтин тут один из основных. Но и Ракитов говорить нам о многом. Очень странное написание буквы Б. Вся эта система, вся эта матрица не перестала существовать после смерти Андропова. Матрица двинулась в бой в 80-е годы. Она смогла это сделать, потому что удалось захватить монопольное информационное орудие КПСС из всех. Так, неожиданно закончилось видео. Ну, в общем, суть мы поняли. Мы поняли, что Матрица, созданная Андроповым, разрушил Советский Союз. Такие дела. Так, а еще Венкровы.